В зале музея, где рассказывается о создании романа Обломов, привлекает внимание портрет Елизаветы Васильевны Толстой, симбирянки из дворянского рода. Именно она является прототипом Ольги Ильинской, в которую был влюблен Обломов. Иван Александрович встретился с ней в Петербурге. Иван Александрович был страстно увлечен Елизаветой Васильевной. И когда она уехала из Петербурга, Гончаров писал ей письма. И в письмах к Елизавете Васильевне он написал роман «Пур и контр». Этот роман писался только для Елизаветы Васильевны. И в этом романе Гончаров рассказывал ей о своей необыкновенной любви. В этом романе Гончаров рассказал историю создания портрета Толстой, который сейчас находится в экспозиции музея. Николай Аполлоныч Майков писал этот портрет по фотографии и по памяти. Елизавета Васильевна перед отъездом из Петербурга, она фотографии Левицкого, фотомастерской Левицкого, сделала несколько своих фотографий. И одну из фотографий, один из снимков, позу Елизаветы Васильевны, поворот головы, ее манеру держаться, все это ей указал Николай Аполлоныч Майков. Гончаров, друг Майкова, каждый день заходил узнать, готовы ли снимки. И вот в мастерской ему сообщили, что фотографию, определенную Майковым, невозможно растиражировать. Подмастерий нечаянно уничтожил негатив. Остался один единственный оттиск. Гончаров взял себе снимок. После просьбы художника он дал ему фотографию для работы над портретом. Однако Елизавета Васильевна не ответила на чувства Ивана Александровича. Она вышла замуж за Александра Мусина-Пушкина, Ярославского помещиком. Александр Иларионович приехал в Петербург для того, чтобы забрать фотографии Елизаветы Васильевны. И он просил Гончарова вернуть ему и этот снимок. И Иван Александрович пишет письмо, где просит Александра Иларионовича Мусина-Пушкина оставить ему этот снимок. И как он пишет, что для него этот снимок – это как образец высшего идеала женского обаяния и женской красоты. Фотография осталась у писателя. Портрет Толстой тоже стал частью дома Гончарова. Интересна его история прихода в музей. В 90-е годы к нам приехала потомок рода Толстых, Ваейковых, Вероника Жобер, приехала из Франции. И она привезла черно-белую фотокопию вот этого портрета и сказала, что в доме ее тети, известной писательницы Натальи Ильиной в Москве, хранится портрет какой-то их родственницы. Но они не знают, что это за родственница. И вот тогда, когда мы увидели эту черно-белую фотокопию, мы поняли, что к нам пришел портрет Елизаветы Васильевны. Но подлинный портрет пополнил экспозицию музея в 2017 году. Вероника Жобер с согласия всех родственников передала его в дар историкам Мемориальному центру музея Гончарова. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ. Новости Улправда ТВ.